Так, ну вроде я нигде не проебался и все работает. Ну, увидим это через часа-полтора. Да. Ну, в любом случае мы неплохо проведем время. Как минимум. Давай, за встречу. За встречу. Выпьем чаечку. Балера на связи Кикс Контес, Леха Матрас Флайвайт, Мирослав Елецкий в этой прекрасной студии. Мы решили экспериментировать с разными рубриками в этом году на нашем канале. Делать больше чего-то интересного. Ну и сейчас мы хотим сделать реакт на то, как мы смотрим легендарный Данг Контест 2000 года. Вы все знаете, что там происходило, когда вы смотрели хайлайты провинции Картера. Но не только лишь он там был. Поэтому сейчас мы будем смотреть и реагировать, обсуждать. Заваривайте супца, чайку. Мы себе тоже налили немножко чайку. Душевненько посидим с Мирославом. Бэм. Есть что тебе еще сказать, Мирослав? Приятного аппетита и приятного просмотра. Let's go. Врубаю, значит. Орет. Нормально орет. Форма у него стильная, смотри, сидит уже, выделяется. Кто, Винс? Ну, фиолетовый. Ну, вон, Сэнси Сикерс тоже у него хорошая форма. Сиксерс вообще легендарная вот эта форма. Винс сидит вообще как гопарь. Ну, есть такое. Но он, знаешь, он типа на уверенном. Лейрих Югс, кто не помнит его с этого контеста? Никто. Слушай, я вообще не знаю, что за человек. Это все знают. Слушай, знакомые. И то, кстати, многие не знают, что Трейси Магрейди участвовал в том-то контесте. Все знают только Винса. А что, был кто-то еще? Мне казалось, только Винс участвовал. Этот мэн вообще лютый. Знаешь, это, короче, чувак для молодого поколения. Разыгрывающий, который просто постер и через всех фигачил. Джамаран, типа, вот 2000-го и 90-х. Ну и Винс Картер, там слышишь, как орут больше всех ему. Ну, вышел он суперуверенно. Ну, конечно, там ему орет. Джерри Стэк Хаус. Мне нравится, что здесь много соперников. Что здесь не 3-4 человека, да, как обычно в данк-контестах. Ну да, кстати. А вот этот тип. Я только недавно узнал, что он участвует в этом данк-контесте. А так я его знал случайно. Когда раньше данки смотрел, я наткнулся на него. Он, короче, практически до недавнего времени. Это чел, который единственный, кто забивал из-под ноги во время игры. Ого! Мне казалось, из-под ноги во время игры недавно только начали забивать, нет? Вот чел полтора года назад, что ли, забил. Доби-топин. Да, он забил второй раз. После Рики Дэвиса. А это вообще псих, он отбитый вообще. У него, если посмотреть, есть топ-100 данков его, прикиньте, нбей. У него есть лютейший постер через Стива Нэша, где он просто прыгает с пунктира. Колен ему в лицо и... Ооо, я бы посмотрел на это. 25 кэсов. Пятнашечка. Не приходится делиться, знаешь, вот это вот, как мы делали обычно. А вот это, да. На контестах. Кто-то что-то выиграл, потом делим, пилим пополам. Ты зачем страшную тайну рассказываешь? Кстати, нихера не пополам, вообще не пополам. Во-первых, не пополам. Во-вторых, победитель забирает чек и все, и бабки. Да, и все. И никому ничего не достается больше. Камеры эти у них просто... Уродушки. А что уродские? Не знаю, выглядит все очень классно, мне нравится. Не, они на лютом стиле, но к тому, что... Прикинь, вот для них это супер новая техника у всех. Это как для нас инновация такая, знаешь. iPhone 15. Тихо-тихо, он уже разбегается. Это он разбегается, типа... Слушай, вот у него, я вижу, что прыжок, все, кайф, есть. Единственное, что желания нету. Да, да, как бы вообще насрать просто. Вот это наш человек. Вот ему бы, да, чуть-чуть улыбки побольше, как у Шака, и все бы зашло вообще супер круто. Он мяч вверху держал очень долго, кстати, еще. Да, а ты понял, что он не забил, и он хер забил. Да, да, да. Не забил, но забил хер на свой данг, и... Реально, все? Да, он не стал второй раз пробовать. Он либо не понял, что он не забил, либо он реально такой, да нет, ну все, я даю себе только одну попытку. Вряд ли же было раньше, типа, только одна попытка на данг. Я точно помню, что Винс там не с первого раза в этой звонки забыл. Слушай, я не смотрел полностью этот данг-контест вот так вот, как смотрю сейчас для меня. Это круто. Это, да, абсолютно что-то свежее. Это очень круто. Этот вообще не изменился. Вот через 20 лет он будет такой же. Реально, как Джаред Лето просто в NBA. Да. Кстати, Макгреди уговорил Винса Картера участвовать в контесте. Винс не хотел участвовать. Винс согласился только при условии, что Макгреди будет участвовать. А ты подготовился, ты все изучил. Нет, я это знал давно. Да? Да. Я давно это читал. Кто не в курсе, они кузены. Вот навесик пошел. О-о-о, вот это красиво. Когда не самый прикольный и правильный навес, делает данг еще круче. То есть там как будто бы он был не совсем профессионально, скажем так. Он чисто по настроению, по кайфу. Как получилось, так и сделал. Да. Но они все на таких понтах чисто, да похер мне. Мельница реверска. Да, он не разбегался даже, ничего там не старался. Не-не-не, видишь, у него разбег просто взрывной, у него все хорошо. Ему не надо делать большой разбег. То есть трешечки, все, на уверенном, на спокойном. По факту, вот один быстрый шаг был со штрафа. И все. Да. Прыжочек замерили каким-то образом, да? Ха-ха. Очень-очень хорошо идет. Все девятки. Нормально. Согласен? Я, конечно, согласен. Я не могу спорить с этими судьями. Слушай, я бы с судьями поспорил, конечно. Ну, не сейчас, но в целом я готов. Не, ну я понял. Но мы, если вам понравится эта рубрика прекрасно, обязательно пишите в комменты, ставьте лайки, распространяйте это видео, смотрите его до конца. И тогда мы снимем еще целую кучу таких лайвов на разные дан-контесты. Оставляйте точно так же свои оценки, согласны, не согласны. Да, да. Вот он лютый типок. Сколько ему? Карандашик какой-то маленький. Это, знаешь, уже такой сточенный карандашик. Навес понял, как мы делали с центра? Да. Ну, я не верил. Я тебе серьезно говорю, я не верил, что он сейчас это забьет. Чего? Такое ощущение, как будто мяч был за краем щита. Ну, вроде да. Ты что, гонишь? С первого раза такой навес? Да, да. С таким ростом. С какого раза мы с центра вешали себе? Он даже, он причем только повернулся, сразу навесил наугад в ту сторону. И просто смотри. Мяч был явно за щитом. И он поймал его, смотри, не кистью. Одной рукой. Смотри, вот где он поймал его рукой. Видишь, чуть-чуть? А, нет, что-то. Не-не-не, вот здесь вот. Чуть-чуть, чуть-чуть ниже, но все равно. Ну, типа, это определяет то, что у него еще запасы. Да, да, смотри. Нормально. Я говорю, он лютый. Прикинь, он как с первого номера постередовал, потом тоже, посмотри, хайлайты, это вообще-то. Десяточка пролетела одна. И восьмерочка, но в целом такие же, как у Макгреди оценки. На восьмерку я бы вообще не этот, не меньше девятки сто процентов. Пару десяток я бы поставил уверенно. Я вот думаю, что он... Оценки такие же, как у Тимака, но вот эмоции мы получили больше от этого данка. Определенно. И он как будто бы проще по технике, но вот по зрелищности он зрелищнее. Слушай, уже давно вроде понятно, что не стоит оценивать данки по их сложности, да, по тому, как все преподнесено, забито, это намного важнее. И учитывая то, что человек не супервысокий. О, нашел, пошел. Кроссовки у него, and one tai chi. Он эти кроссовки сделал легендарными. У него был контракт с Puma, но он его нарушил и пошел выступать в and one их. И сделал их легендарными. Просто люто. Самая дорогая камера на районе. Тихо-тихо, посмотрел. Ну, Римчик такой. А у всех внимание так приковано, знаешь? Я таком, ааа, я уже верю, ааа, ну, блин. Что самое страшное, вот реально, кто может повторить сейчас его стиль, его харизму в этом данке, амплитуду? Let's go home, просто let's go home. Не знаю, каждый раз смотришь и реально восхищаешься. Это, это нереально. Как я первый раз тут смотрел, чуть не упал со стула, так и сейчас чуть не упал со стула. И тоже на таком спокойном вообще, с первого раза. Как ему вообще насрать? Бэм, туда. Боже, как это вкусно. Это, знаешь, это, блин, классика, которая не перестанет быть удивительной. Да, что-то модно, а что-то вечно. Реально. Ааа, сколько мы, 36 насчитали, но мне уже стоят. Амплитуда вообще, вот, что мне нравится, там вся, рука разогнута. Огарнуть-то кучу, вы гоните. Ну, прикинь, ты там это первый раз видишь, и такой, еще шок. Что, так были девяточки, нет? Не знаю, как-нибудь похер вообще. Ну, понимаешь, там нет девяточек. Полтосик собрал, молодец. Видел, гад. Да. Ну, что там, ну, когда там следующий, Жанн? Можно я домой хочу покушать? Так, я хочу прийти домой, схавать немного. Борщица. Борщица, да, супчик. Хлебушек с мазиком и с горчичкой сверху еще. Он знает твой рецепт? Знает, конечно. А откуда у него такой прыжок, думаешь? Согласен, согласен. Кто не смотрел влог на канале Кушайте супчик с Мирославом? Ой-ой, там сразу как-то пошел. Вообще вкусно, мне понравилось. Единственное, что прыжка мало, конечно, но человек не особо, конечно, высокий. Как я вижу, у него там метр тридцать или сколько он? Да, он высокий. Что-то нам написали в разе. Это при условии того, что он еще реально сделал солидный там агавку. То есть он заголову занес нормально. Это вообще в порядке занес заголову. Тут, кстати, еще надо учитывать, реально, что они это в таких ссаных кроссах, типа, делают, что я бы вот не смог забивать данки в таких кроссах. Они, им не с чем сравнить, понимаешь? У них 29 кинчей. Видишь, все-таки низкий прыжок, правильно? Ты глаз-алмаз. Самый низкий прыжок на районе у пацана. Там было видно. Но все равно, при условии этого, он хорошо занес мяч за голову и сделал полный оборот на 360. Вот был бы Сидор наш чуть по образованию, он бы надевал майку стейкхауса и делал бы такой данк. Ну, главное, чтобы ему оценки давали больше, чем стейкхаусу, потому что этот заработал мало. Заработал 42, но у него номер 41. Вот Рикки Дэвис. Ну, видишь, он сделал относительно сложный для него данк, но ничего не принес шо ему. Ни нам эмоции, ни ему оцены. Ну, да, кстати, вижу. И, в принципе, это было, получается, всегда. Нет такого, что это в какой-то момент появилось. Так было всегда. А нормально, ребята там чилят прямо на площадке. Да, да, да. Вот эта атмосфера, вот это тот кайф, знаешь... Сейчас никто так и не сидит. Да, который у нас не позволяют делать на той же медиалиге даже, хотя, казалось бы, вот это самое место. Кстати, навес хороший был. Не, у нас нормально на медиалиге было. У нас отлично на медиалиге. Если бы эти ублюдки не ушли, я бы вообще не разбежался сбоку. Опа! Не, херня. Фигня вполне еще просто. А что ты думал он будет делать? Ну, там больше на мельницу было похоже, но то, что он просто сейчас это сделал... Ну, как я увидел, он забил. Ну, это было криво. Это знаешь, что это был неестественно, да. Потому что он хотел другой, видимо. А, он хотел под ногой, я понял. Возможно. Он тянул колено, но сделал, может, по инерции. Да. Прям хотел, видишь, я почувствовал, что не допудил. Ну, я не уверен, знаешь. Но он много под ногой любит. Он со мной, кстати, вообще нормально прыгает. Но они там, ладно, баскетболисты, которые не танкеры. Они, типа, они умеют из одной из двух прыгать. Глаза ехидные такие. Да, конечно, да. Он просто шесть укурков, смотри. Особенно стейкхауса. Нет, пять укурков и стейкхаус под ОСД просто. Поздал этот... Нет, нет, это, знаешь, это каждый пришел домой и пытается не спалиться перед мамой, что он впервые выпил. Да, это тоже возможно. Реклама, да вы че, хренели? Да, а нет, оп, пролиснули. А, это повторы. Повторчики пошли. Ну, пока идут повторчики. Самые крутые вещи от бренда Кикс Контас. Вы можете найти на Wildberries. И на Лехе. На Лехе, естественно. Пишите, короче, на Wildberries. Кикс Контас. Там будут вообще крутейшие штуки по невероятно приятным и вкусным ценам. Мячи, джерси, двухсторонние, самого крутейшего качества. Носки. Так что обязательно переходите. Лично от себя рекомендую тайцы. Ношу их постоянно. Супер кайф. Есть они в наличии? Ну, конечно, они все закончились, потому что они очень крутые. Ну, ждите тогда чего. Да. Обязательно ждите. Так, погнали дальше. Раунд 2. Опять человек, которого мы не запомним. Он будет спиной. Под ногами отсчета. Да. Фигня полнейшая. Бэм. Вижу, да. Все улетел. Я так забивал. Да. Я так забивал. Вопрос в том, что здесь разворот сложно будет сделать. Да. И разбежаться. Тут просто проверка на яйц. Знаешь, тут не проверка на яйца, а скорее на тактику. Потому что это ненадежно, это не стильно, некрасиво. И делая это уже из раза в раз, он сбивает настроение в целом у всех. Настрой у себя и настроение у всей публики. А прикинь, на момент этого видео данк-контесты уже 20 лет с лишним проводятся. Пока не представляю. Поэтому, типа, ну знаешь, можешь сказать, это старый данк-контест, и поэтому он, типа, не шарит за тактику, за все там, не думает. Да, слушай, по его первому данку и по разбегу видно, что чувак не супер парится. Как ему вообще? Ну слушай, ну позориться тоже, знаешь, неприкольно. Вот просто просираешься. Это не то, что неприкольно, это, ну, стрём. Он может запомниться тем, что он просто... Не хочу использовать клишированные фразы чушпан, блин. Чепуш, вот, Чепуш. Ну вот я его реально, я сейчас его олицетворяю, как Чепуша. Нафиг ты вышел, если ты делаешь это без желания? Ну да. Это мне тоже не нравится. Я уверен, есть много людей, даже в зале, которые имеют возможность выступить не хуже и намного больше желания. Конечно, по-любому. И не просто желание, еще и возможности прям там, в джинсах даже выйти. Так, ну что там у нас? Значит, Винс Картер, тиммейт, будет вешать Трейси Макгреди. Своему тиммейту два кузена играют за одну команду. Они, конечно, раздавали стили в свое время. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я бы смотрел это, знаешь, как на данк из-под ноги, типа. Ну да. Мельница двумя и очень стильно. Честно, мне вот прям понравилось. Не то, чтобы я сильно впечатлен, но выглядит она стильно уникально. Он со своим стилем вот сделал, знаешь, вот этим это и уникально. Да, я согласен, что у Тимака много стиля именно. И вот он какое-то свое делает, но прям круто. То есть можно выходить вот на таких понтах, типа я крутой, и ни хера не забить. А можно выходить на понтах и забивать так же. Супер легко, как будто на 2,80. Кстати, у них примерно там, я думаю, такая высота кольца есть. Сами они под 3 метра примерно. Да, да. И батуты в этом паркете. Не, очень круто. Очень сильно. Двумя руками, уверенно. И хорошо, что не осталось висеть на кольце. Ну да. Не, ну повиснуть можно красиво? Можно, но здесь это забрало бы вот динамику как раз-таки Данка, когда он вколотил его, и он гвоздем вошел в заднюю дужку, отлетел в него, улетел еще куда-то. Если бы он повис, это бы все скомкало, мне кажется. Так, Стив и Фрэнсис, пока чел, который нас больше всего впечатляет в этом Данк-контесте, что он покажет вторым Данка? Поставит, не знаю, Шака под кольцо, и еще кого-нибудь, заставит защищаться. Вон что-то, просто пошел поболтать. Да, 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 поболтал этому, что-то, да, да, салют, пись, ел там, гвенг. Навесы такие у него почти с центра. Ууу, да ладно. Слушайте, навесы лютейшие, просто безумные. И то, что каждый получается с первого раза. Кому? Тим Данкан, ты такой мой, я сидел. Да, и вот он крутой, что у него с первого раза. Вроде Данки-то простые, но вот просто с оттяжкой они вот... Но он сейчас сделал, скорее, даже не оттяжку, а какое-то подобие пампа. Ну, видишь, ну типа да, ты как бы. С этого ракурса, кстати, круто. Ну и с этого крутого, да, реально очень сильно смотрится при его росте. Это очень круто. Из этого можно сделать реально очень крутой эйдит. Эйдит. 38 ничей. Окей. Данком в рубашечке, так как, конечно, красиво. Да ты уже знаешь, чисто пришел дядя чей-то влево. А не это. Раньше еще такая мода была лютая. Как в костюмах все равно надо ходить. Да. Но эти все ниггеры, они, короче, в костюмах прямо в здоровых ходили. Там, знаешь, типа, несколько размеров больше такие. Да сейчас все-таки подтянутые. Ну, конечно, не такой крутой, как Slim Fit. Как у меня Slim Fit. Звучит как средство по похудению. В целом оно так и выглядит. Просто без реального похудения. Я, кстати, уверен, что даже не все видели, что еще вот так было. По сути, на самом деле, это повтор Данка. Ну да. Ну давай так, ты типа... Повтор какого Данка смотря? То есть ты два раза забьешься. Он сейчас урезал даже градус своего разворота. Ну да. Я, кстати, раньше смотрел, я думал, что... Ну, знаешь, в миксах я думал, что это, типа, был первый Данк, а второй... Да, в том-то и дело, что логично, вроде как, делать по нарастанию. Да. Но, я тебе скажу так, это тоже своего рода стратегия, когда ты можешь забить что-то реально крутое в самом первом раунде, забрать инициативу, а дальше на условно легком пройти. Ну да. И собрать все равно хорошие оценки. Сколько мы поставили? Поставили уже? Я думаю, не меньше 47. 50. А нет, 49. 49. Нормально. Смотри, за два одинаковых. Поставил за одинаковых. Этот еще, я считаю, ну, как по мне, так он намного легче. Он начал давать реакцию, когда ему поставили не 50, понял? Ага, да? Ну, ты видел? Он ходил такой, после первого Данка, а сейчас начал смеяться, что ему поставили не 50. Ого! Это... Это необычно. То, что мы с тобой хотели сделать... Блядь, блядь, все, все нормально. Но есть у нас, да, с тобой такая задумка, но не в контесте, а в игре. И сделать еще круче, чем это. Еще круче, да. Эдмирал Робинсон тоже сидел в рубашке золотой. Легендный просто. Не, задумка кайф. Особенно для тех времен. Конечно. А почему? Два же, две попытки было вроде, не? Так, откуда ты знаешь, сколько им дают попыток? Может, в первом раунде одна попытка, во втором. Смотри, пошел, лег такой. Ну, это угар, здесь-то чуваки собрались поугарать. Да, так у нас с Мирославом реально есть для игры одна задумка, подобная этой. Она, конечно, дельчайшая. Когда у нас получится ее воплотить, это будет... Об этом узнает весь интернет. Да. 36 поставили за незабитые. Это получается все... Сколько там сидит? 6? Ну, нет, 5. 5, скорее всего. Полтосик и все по 10. А, ну да. Надо математикам быть. Все математика. Не будем вам в этом. Так, Рикки Дэйвс, давай, что-нибудь нормальное покажи. Я, если честно, не помню, что он там забивал. Никто даже не знает, что там он участвовал. Так. Слушай, ну, типа... Необычненько, но не вау. Если бы он забил, было бы просто удивительно, что он смог вылезти из-под кольца и забить. Да. Потому что слишком близко был. Уже глубоко под кольцом. Это херово. Ну, да, там откуда он уже просто улетает вниз. Ну, и по таймингу он не сошелся. Рей Аллен с волосами. Не знаю такого. Рей Аллен? С волосами. А. Он в хигатгейм играл с волосами, я его вообще не узнаю. Когда я стрелал уже НБМ, в смысле у него челка была прям... Не, ну, чуть-чуть волосы, как бы. И выглядит как вообще другой человек. Ну, короче, как у тебя сейчас. У меня кепка. Ну, я-то знаю, что под кепкой. Бабки. Волосы с твоей бороды. Да. Опа! Вот он золото ищет. Вот это... Ничего себе! Вон, налево-лево-слево-слево-слево. Блин, пропустил. Опа-опа. Так-так-так. Направо показывает ему, кстати. Окей. Сам Айверсона его навешивает. Надо, чтобы он кого-то потом еще уронил и переступил. Так, а что, Данк нам, короче, не покажет. Операторы вообще топят, я считаю. Трансующие не научились делать в 2000 году. Блин, не хочу говорить о Лиге, которая это снимала. Но напоминает мне тот момент, когда снимаются ноги во время Данка. Или просто кольцо. Да. Влоги идут, влоги. Смотри. 2000. Тихо-тихо. А кто монтировать будет потом? Я... Если надо кому смонтировать видео, пишите. Всего лишь за какие-то... Всего лишь дорого. 50 тысяч долларов смонтирован, минутный юрилс. Так что... Обращайтесь. В инстуну пишите ему. Матрас, нижнее подчеркивание, Райкардс. А у Мирослава инста, Мирослав... Нижнее подчеркивание. Елецкий. Как мы командами сработали. Это вообще... TNT. Ну-ка. А зачем мы чаечком челкаемся? Просто... Ну что тебе, чаечка, хуйня? Так, окей, Тимак. Ха-ха-ха-ха. Ладно, попозже. Трейси Макгреди. Куда побежал? Я не знаю. Он просто, если подошел, даже не настраивался сразу. Оп. Слушай, ну... Знаешь, ему как будто хочется что-то даже простить. Да, смотри, я вам просто заменил. И не хочу это. Забью. Вот так. Гадим! Просто прикинь, ты заменяешь Данг, у нас Данг в тысячу раз сложнее. А тут руки у них аппараты от Санки ставят. Гартер что-то на них гонит там. Ну, это было люто, стильно. Да, да. Это, во-первых, очень опасно. Да. Он мог сейчас просто разложиться. Ну, если бы чуть зацепился за кольцом. Чуть-чуть зацепился. Чуть-чуть и еще позже. И еще глубже был бы под кольцом. Мяч бы уперся просто в переднюю дужку. Говорю, это не просто так. Не понаслышке знаю. Да, видели мы твой легендарный видос. Не, на самом деле, был пример в 2019 или в 2018 году на АСБ Данг-контесте, когда приезжал Кроха, Мосс, выступал Макс Барсуков, забивал этот Данг на 360. И люто разложился просто. После этого еще встал и пошел и забил. Если не ошибаюсь. А может, он забил, но прыгнул точно. Но я тоже помнишь, как я первый раз через человека прыгал, разложился люто и только после этого забил. Блин, после этого как будто надо уже чуть-чуть голову включать. Мне до сих пор шрану здесь. А, так это после него, который я тебе еще подбивал? Да, после небольших технических строк. Шоколадок. Да, и перерывов. А мы продолжаем наш эфир. Ну, это, конечно, шикарно. Это шикарно. Показывает просто что-то. Но, признаться, все равно тоже относительно на грани того, чтобы не забить и упереться в переднюю дужку. Потому что на момент заноса мяча, его голова уже за сеткой. Не просто за кольцом, а за сеткой. Да, да, жестко. Он просто встал. Он просто за счет того, что он очень высоко прыгнул. Очень высоко прыгнул. И рука в соотношении, да, была в нужном месте. Да, я первый раз в жизни этот дунгер любил. Да, 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 просто попробовал. Пришел попробовать на данный контент сразу NBA. Что нет-то? Что у тебя есть сказать Кенни Смиту? Мы поговорим. Окей. Что там баскетбол кемп? Он уже на это напрашивается на тренировки. Он говорит, да, натренируй меня на прыжок. Кстати, кто хочет научиться прыгать. Вот типа так. Ух, слушай, неплохо для его роста-то. И саду ноги. Ну да, но о чем он хотел вот с этим? Что он хотел этим сказать? Просто сделать то, что он может. Но это его уровень. Все, 70% от того, что вообще хотелось бы видеть хотя бы от него. Слушай, ну так это нормально. Блин, вообще он почти со штрафа, ну ладно, не почти, но прилично, круто оттолкнулся. Ну, условно, если б я так забил, я был бы очень крутым. А ты в три раза больше него. Да. Ну, они смотрят такие, что там. Да, ну, Алин вообще с волосами это что-то с чем-то. Да. Забил только что другой человек. Разговариваем о данках Винца Картера. Ну, что ты думаешь об этом? Да, да, да. Не, серьезно. Просто подходит и до сих пор вот уже другие забивают. Ну, а что ты думаешь вообще про данки Винца? Он может, типа, это вставка, короче. Там может в другой момент подошли, видишь? Слушай, я не удивлюсь, если нет. Ну, может и нет. Как им вообще насрать на всех? Все собрались за Винца Картера. Делает по настроению. О! Джей Рич? Двумя, как я понял. Не, а не может быть Джей Рича до Джей Рича. Джей Рич забил это в 2004-м. Тихо. Ну, может он пытался сейчас. Серьезно. Мне показалось, что он проносит мяч из-под ноги, с внешней стороны. Так-то вроде да. Так и есть. Да. Двумя руками. Джей Рич получается. Джей Рич забил это в 2004-м. Вот так вот и назвали. А почему не Рикки Дэвис? Слушай, я не хочу комментировать, потому что я переживаю за то, что... Джей Рич мог это забить просто раньше. Не знаю. Все говорят, что он забил это на контент. В 2004-м. Да, 4-й у него или 5-й. Ну, типа, точно позже. Окей. Доверимся твоему слову. Я эксперт. Опа. Рекламная пауза. Рубрика рекламная пауза. На 2 секунды. Сейчас. Киска. Все, без кошки никаких этих. Да. Никакого видео быть не может без кошек. Далее как. И там киски, и тут киски. А, она кушает мою сережку. Мою молнию. Ай, бля, боль. Она съела молнию и ударила тебя молнией. Так, короче, у нас есть бот в Телеграме. Телеграм-бот, который подберет тебе кроссовки. Вводишь свои параметры. Рост, вес, позицию, стиль игры. Лично со мной общаешься с кругляшочками. Я тебя обо всем спрашиваю. И бот тебе выдает лучшие кроссовки по итогам наших тестов, которые подойдут именно тебе. Прикинь. Подсылочки в описании. Вот так вот называется. Кайф. Там что-то происходит. Ты тоже смотри, обучайся вообще, изучай данную культуру. Придется, потому что скоро и со мной будут либо ей данщить, либо ей придется данщить. Что-то как бы лучше самому научиться. А вот, Мирослав, знаешь, что такое Джош Смит? Ну? Победитель данн-контеста. Ну? Викторина какого года? Ты с четвертого, пятого, шестого или седьмого? Пятого. Красава. Неправильно. Нет, абсолютно верно. И у меня для тебя есть подарок. Ты выиграл. Как удивительно и приятно. Как неожиданно и приятно. Маршмеллоу. Я такого еще не видел. Это можно показывать? Покажи. Надо попробовать. Тут Аленка с маршмеллоу. Че? Да. Ты мне тоже дай попробовать, потому что я... А ты заслужил? Тебе надо... Задай мне, Виктор. Тебе надо на вопрос ответить. Сколько звезд в Афтилене? Какой самый сложный данк из тех, которые я забивал? Через машину скуп по локоть. Ладно, я тебе дам. С моего это... С твоей руки. С моей поддержки, да. С твоей поддержки. С моей руки и сердце. С твоей опоры. С моей поддержки и опоры. Руки и сердце. С руки, типа. Да я понял. Стив Фрэнсис будет бить. Смотри, опять. Опять дичь какую-то будет. Он просто опять вешает сенс, а нет. А, он все сведение. Ого. Да, он вообще мощный. Да. Ну, как обычно. Нифига необычно. Все, это шуршик. Ты всем шуршишь просто. Сведение, мельницу с его ростом, амплитудно. Ты че, офигел что ли? Ну, чуть-чуть. Ну, он нам дуету. Когда ты видел вообще данки сведения, чтобы люди забивали? В смысле, я сам забиваю сведение? Чтобы люди забивали. Ты иногда... Чтобы люди забивали. Ну, вот и все. На, пробуй. Вкусно. Спасибо, друг. Любопытно. Мне она понравилась. Похоже на птичье молоко как будто. Есть такое. С горяченьким, вообще отличный. Так попросил бы Фрэнсиса навесить. У него вообще все в порядке с навесами, да. Наверное, только потому, что ему вообще насрать куда вешать. Ну, как бы, видишь, они повторяются. Он уже это забивал. То есть, что то, что тот, они повторяются. Нет. Нет. Одно дело, если Фрэнсис повторил данк другого. Но другое дело, когда ты сам повторяешь свои же данки. Ну, да. Я и говорю, что Винс Картер два одинакового данка забил. Тиман два одинакового. Ну, да. Они только это тренируют у себя там. Нет. Если объективно, то вот эта мельница мне понравилась больше чем-то. Посмотри. Ноги, руки, блядь. Ну, разница на самом деле колоссальная. Он прикольно проводит мяч снизу прям под коленями. Ну, если честно, не обратил внимания, но выглядит еще круче, чем то, что было. И оценили уже меньше. Потому что, видишь, планочку поставили, видимо, повыше. Ну, видишь, никому не дал. Не показали, что все валяются, там орут с камерой. Да вижу, вижу. Не переживай, я же тоже смотрю. Ну, не-то не видят. Ну, ты им скажи. Видите? Теперь видят. Опять чекнул кольцо. Интересно, вот сколько там, да, сейчас вот человек находится на арене? 1007? Нет, говоришь там больше. Там типа по 20. Да? Да. Там они вообще, они в космос там уходят. Можно, кстати, потом посмотреть. Тоже легендарный вообще. Это при условии того, что нормально, он все хорошо сделал. Он повисел в меру. Да-да-да. Он не остался там висеть. Хотя, возможно, он хотел бы и остаться. Потому что у меня, ну, на момент показалось, что он не до конца сделал, как хотел. Но он повисел достаточно для того, чтобы его сфоткали круто. И он там... Чтобы поняли, что это был данк по локоть. Да, у него есть там это легендарная фотка, где он по локоть. Я как и рот. Вот больше всего меня вдохновил вот этот данк на самом деле. Потому что я смотрел такой, да ну нафиг тебе. Так знаешь, в чем, кстати, еще особенность таких данков? Чтобы их забить, в моменте важно отпустить голову вниз и как бы затылком потянутся вверх. Вот знай. Потому что если ты будешь смотреть вверх, то у тебя плечо назад пойдет. Тут афишка. Он, наверное, тоже ее знает, да, получается? Я думаю, это все врожденное. Вот так и про тебя можно сказать, у тебя все врожденное. Что? Так это неважно, что. Ну, типа, прыжок через машину врожденное. А, ну да. Ты говоришь, как будто тоже дискретишь, не клянуешься. Винскартер изначально легкоатлетом был. Я в легкую атлетику ушел, когда мне родители сказали, в жопу твой спорт, он тебя не прокормит. Фрэнсис. Снова на вес. Прикольно, но уже не так. Да. Как бы круто он смотрится на начальных этапах. Но он бы сейчас, на самом деле, смог с его данными, да, там, удивить всех, если бы поставил человека под кольцом. То есть, для них тогда, да, это был бы взрыв. Да, да. А самое интересное, что он низкий, он это вообще запросто может сделать. Его вес легкий. Пошел менять данк. Да, как ему еще насрать просто меня. Сюда, сюда, там. Двигать, а он даже не просит двигаться. Да, все на тимбах такие, да. Знаешь, там не такое, не такое дело, что типа, дайте мне место для данка. Нет, я, если найду себе место, я заданчу тебя. Короче, не прикольно то. Класс. Не прикольно то, что мы были перенасыщены его идеальными навесами, завысили себе ожидания, и сейчас наши впечатления, ну, смазаны из-за того, что... А почему не с первого раза? Ну да, вот это правда. И вот как в таком случае ему быть, типа, ему вначале надо несколько раз себя навесить криво, чтобы мы потом офигевали, как он с каждым разом все лучше. делает из-за второго раза. Тоже же нет. Он бы то не дошел до финала. Тут видишь еще вопрос того, что забивают другие. Оцениваем мы его или оцениваем мы его в сравнении с другими? Ну, мы по-любому оцениваем в сравнении с другими. Как-то, куда деваться-то. Ну, если он сейчас прыгал, и там чуваки, которые кое-как забивают, конечно, мы бы с него офигевали. Средневником крупы. Ничего не понял, в чем там прогулка. Да, там на черном, там просто... Он просто с песней решил спеть. Да, 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 это стрыжки из легендарного трека. Из того, который он написал перед... Да, выходом. Из дома. На волю, из тюрьмы. Что, вот он опять котел. Но у него все закончилось в фантазии. Просто мельницу начал фигачить и непонятно какие... Он, может, не думал, что он дальше пройдет. О, Винц подсказывает, что-то нет. Да, да, давайте по этому. Не памп и не мельницу. Ну, для него, для него, тогда... Мне кажется, это, знаешь, это разные данки. По сути, так оно и есть. Ну, типа, да, с разных... Вообще, это разные данки считается. Ну, да. А он забил. Типа, все, две покупки. Файнал раунд еще будет. Такие они вообще, конечно, типы. Прикольно, наверное, на харизмах такие. Кроме тем, Данкона. Ну, у него свой лай. А почему Данкона-то вообще это? Ну, он всегда был такой, знаешь, типа... Как дед, что-то, да, такой дядя. Причем, когда даже ему было 20 лет. Фишка, кстати. У Винс Хартера прикольная фишка. Перед началом игром прыгает за сетку, цепляется и кольцо целует. Кто не видел, может посмотреть. Прикольная штука. Я так делал, кстати. Когда в дюбле это. Я делал какой-то... Я залезал в кольцо, а сейчас у меня появилась вот эта фигня на голове. И я перестал так делать. Потому что я начал цепляться. Да, там один раз зацепишься и будет жестко. Просто... Просто все встолпились с ним, что-то. Они такие, блин, что еще будет после всего, что он забил? Да, да. Что же сейчас будет? Не, реально, Шакс таким лицом и стоял. То есть он такой, а что? Что, еще прикольнее может быть? Да. Что сейчас будет? Да ничего особенного, на самом деле. А, я понял, да. Ну типа с двух рук. Да. Со штрафа. Но не со штрафа. Ну, заявочно со штрафа. Но вообще нет, прикольно. Ну да. Типа, прикинь, вот это твой, типа... Финальный танк. Финал, не финал, да. Вопрос в том, что... Вот здесь он уже не использовал свои сильные стороны. Но, кстати, он выпрыгнул как стейхаус по дальности. Так ты далеко выпрыгнул. Ничего не скажешь. Нет. Далеко он выпрыгнул. Достаточно далеко. С одной ноги отталкиваться можно дальше. Я так и еще дальше могу с двух ног оттолкнуться. А с двух ног толкаться дальше сложнее. Видишь вопрос? Опять же. Тебе показали Джулиуса, Майкла. Ну, абсолютно разные вещи. Это не эстетично было. Двумя руками там... Ну да. Но это мое мнение, опять же. Все остальное мега красавчик. Капитальный просто. Но... Глобально не то завершение, которое хочется видеть. Он прыгнул достаточно далеко для того, чтобы выиграть контест. Вопросов 0. И победителя не судят. Он... Это опять же вопрос того, что мы уже были перенасыщены первым раундом. Вторым его данком. Все было круто. Мы хотим больше. Мы голодные. И это плохо. Ожирать. Но это плохо. Реально. Обесценивается его труд и то, что он уже сделал. Ну да. А глобально сделал он офигеть то, что до сих пор помнится, ценится и... Это реально, да. До сих пор все статьи выходят, что лучше дан контест за все время. Ну, я не назвал бы его лучшим. Я бы назвал его... Худшим. Отправной точкой, знаешь, в движении. Да, да. То есть... Он 100% не лучший. В моем понимании. А какой лучший в твоем понимании? Противостояние Гордона и Лавина. Лучше, чем это? Определенно. Там наличие шоу сложных данков на запредельно другом уровне. Человек отсюда оттолкнулся одной ногой, двумя руками забил в финале. Взять Лавина, который прыгал со штрафа, забивая мельницу из-под ноги. Ну да. Ну, о чем речь вообще? И у него все данки были разные. Точно так же Гордон. Он сделал миллион шоу и миллион сложных данков. Но ему не хватило для победы чуть больше подготовки. Потому что он явно был обескуражен дополнительными данками. Поэтому это, в моем понимании, не лучший дан контест, но его отправная точка и, не знаю, мотивация для многих детей. И, скорее всего, точно так же Гордона и Лавина. Ну да. Гордона и Лавина здесь сколько лет? Не знаю, они родились. Они кискового года рождения. Я вот, мне два года там. Дай бог. Может, полтора. Пять. Может, мне там полтора даже. Зависит от месяца. Ну, там, февральская. Нет. А я в ноябре. Мне там поменьше. Винс Картер становится чемпионом слэмданг контеста 2000 года. Ну, вы, наверное, и так все знали. Значит, пишите в комментариях. Вот он. Давай, я думаю, дальше ничего интересного нет. Понравилась вам такая рубрика? Не понравилась? Нравятся ли вам долгие такие видосы? Не нравится? Если все круто, будем делать еще обязательно. Будем с Мирославом собираться, пить чаечек и обсуждать данный контест. Кайфовать с вами, да, общаться. Очень хочется сделать из этого что-то такое домашнее и легкое. Мне кажется, что это, знаешь, такой реально домашний, какой-то такой дружественный вайп, атмосфера, в которой мы можем пообщаться с аудиторией. Я бы пообщался лично. Поэтому пишите, оставляйте свои комментарии. Буду на них отвечать. Может, Леха тоже не уверен, конечно. Да, постараюсь там что-нибудь ответить. В основном вам кейк отвечает, если что. Так что это... Я сразу, да. Не принимайте, на мой счет. Близко к сердцу не принимайте это все. Вот. А что еще хотел сказать? Если вам понравилось, пишите, какие бы контесты вы бы хотели, чтобы мы посмотрели. А мы сами еще подумаем. Давай так, сейчас... Тысяча лайков нормально? Или две тысячи? Вот. У нас двухтысячный, да? Нет, давай, это новая рубрика, никто к этому не готов. Давай, тысяча лайков. Набираем. Сразу же, как только тысячный лайк дзинькает, и мы едем сюда, и все это записываем. Дальше контест следующего. Ну, короче, просто еще один выпуск записываем. Договорились? Договорились. С вами были канал Кикс Контест. Мирослав Елеский, собственно, у которого мы в гостях. Матрас Fly White. Представители РФБ там, да, сзади красуются. И, конечно же, всем peace. Кушайте супчик. Па!